22 июня. Эта скорбная дата навсегда останется в наших сердцах, как день памяти и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война. В Люберсах у Часовни Всех Святых состоялись митинг и панихидов в память о героях Великой Отечественной войны. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. В 4 утра, без объявления войны, германские вооруженные силы напали на границы Советского Союза. С этих слов ровно 76 лет назад началась самая печальная страница в нашей истории. Началась Великая Отечественная война. 22 июня – день памяти и скорби. В этот день вспоминают тех, кто не дожил до Великой Победы, но кто искренне верил в нее. Традиционное место, где собираются люберчане, чтобы почтить память погибших на войне – памятник Часовни Всех Святых, установленный в центре города. Ежегодно в этот день сюда приходят представители общественных и молодежных организаций, сотрудники администрации и просто неравнодушные жители. И на этот раз сотни человек отдали дань памяти жертвам Великой Отечественной войны. Среди тех, кто пришел на траурный митинг, можно было встретить людей, которые видели эту войну собственными глазами. Когда уже объявили война, война, и вот такое было понятие, что эта война на две недели Россия победит немедленно. А на самом деле война продлилась 1418 дней. За это время она унесла жизни почти 27 миллионов людей. Являясь одной из самых страшных и кровопролитных, Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи. Папа был участником Великой Отечественной войны и старался очень мало рассказывать, потому что было больно и тяжело. У меня вот дядька погиб. Он был ополченец здесь, и сразу же они все здесь погибли местные. В настоящее время в городском округе Люберцы проживает 340 ветеранов Великой Отечественной войны. Более 2000 тружеников тыла, 200 узников концлагерей, а также блокадники Ленинграда и дети войны. В этот день в их адрес прозвучали слова благодарности. Спасибо труженикам тыла, потому что без тыла нет победы. А труженики тыла – это, по сути, детишки 10-12 лет уже стояли у станков на своих плечах, познали тягу этой войны. В память о погибших в годы войны была объявлена минута молчания. После этого благочинный Люберецкого округа Вячеслав Новак совершил заупокойную литию. Траурное мероприятие завершилось традиционным возложением цветов к алтарю часовни. А делегация молодёжи города в это время направилась к вечному огню.